Ребят, я сейчас взяла новую камеру Sony RX100 Mark VI, без звука, правда, так что посмотрим, как у нас записывает звук, вот если брать чисто походный набор, ручка на этой камере, находится сама камера и всё, и больше ничего. Блин, я каждый раз смотрю в экранчик, на самом деле надо смотреть сюда, это немного крутает. С первых впечатлений могу сказать, что мне нравится звук, без потери качества, насколько я вижу, но мне нравится автофокус, который довольно хорошо и быстро всё ловит. Мне ещё нравится, что камера маленькая и в принципе незаметная, так что с ней ходить довольно удобно, сравнение с какой-то большой бантурой. Там белокого нету. Там наша, вот так выглядит, с красивым светом, с красивым освещением. Думала, решила проверить заряд батарей и не выключать камеру на протяжении всего моего шествия по фотофоруму, для того чтобы проверить, насколько долго она может находиться в таком включённом режиме. Потому что очень часто бывает, что камеры пригреваются, садятся в самый подходящий момент, то есть ты берёшь, чтобы камеру с одной батарейкой и всё. Здесь батарейка была не полностью заряжена, но заряд был в три палочки, до сих пор три из четырёх. В общем, камеру выключать не буду, просто буду периодически включать запись и выключать запись, но не камеру. Вот этот засранец, который... Он сейчас будет читать мастер-класс, и я это тоже запрошу на этот камеру. И уже рабы принесли ему фон, я видел, повесили. Да, да. Это Ника Николас, кто не знает. Она видит пуфи. Ого, Путина. Это черняня. Мне нравится ручка, прям серьёзно. С ней намного удобнее, чем просто с камерой в руках ходить. Но я это ещё вчера, в прошлом выпуске говорила, о том, что ручка удобнее, чем просто держать в своих ручках камеру. Это очень большое увеличение, обстать... Вот так. Эта камера стоит 95 тысяч, плюс если камеру покупать вместе с ручкой, ручка идёт за 5 тысяч вместо 8 либо 10 тысяч. Вот так вот. Если вдруг вы захотите её купить. Я буду сидеть на сцене, наверное. Я буду сидеть у ног Ника. Ладно, ладно, не буду, хорошо. Да, неудачники. Есть некая сложность, и вы её сами увидите на нашей с вами модели. Но если есть желание, и у нас будет прям буквально пара минут. Если кто-то захочет сделать кадр, допустим, потестить какую-то новую камеру, которая не его, то в принципе можно подойти и пару тестов сделать. Будет интересно. Модель Ника. Да, вы посмотрите, наконец Ника начал снимать не только... Ладно, я шучу. Ника хорошо снимает. Кирилл. Можно зашутить, что здесь очень холодно на фотофонском, поэтому... Вот такой, да? Да, поэтому сейчас холодно. Можете говорить. Что вы делаете? Ну, без фотографий. Поэтому человек замёрз. Ещё захотелось. Ну, в первом приближении как-то так. Теперь дальше следующий приём. Ну, у нас довольно яркое солнце, и взгляд зрителя в первую очередь, ну, вот он сюда вот в солнце привлекает. А мне хочется, чтобы он увидел монастырь, и, соответственно, хочется вот этот монастырь немножко выделить. Ну, есть такая техника. Должен плёр – осветление и затемнение. Все, кто читал про обработку портретов, знают. Очень часто он используется для того, чтобы кожу привести в порядок. При обработке пейзажа тоже прекрасно работает. Смысл в том, что мы создаём отдельный пустой слой. Заливаем его серым цветом. Ставим этот слой в режим наложения оверлей. И теперь, когда мы будем рисовать по этому серому слою белой кисточкой, там, где мы порисовали, будет становиться светлее. Если мы будем рисовать чёрной кисточкой, там, где мы порисовали, будет становиться темнее. Ну, соответственно, тоже очень медитативное занятие, которое без графического плашета довольно сложно сделать. При этом важно выбрать кисточку такой, прям совсем почти прозрачной. То есть я ставлю непрозрачность, прям совсем маленькую, там, на 10%. Я вышла из шумной зоны. Решила здесь тоже прописать немножко звук. Ну, тут всякие фотоработы выставлены и всё в таком духе. Кстати, батарея уже начала мигать, что она закончилась, так что хватило её ненадолго. Что, в принципе, не есть хорошо, потому что входила с включённой камерой и я шла два, наверное. Ну и Бруша сейчас с моей любимой змеёй развлекается в кадре. Это колье вам так идёт. Спасибо. Моё любимое колье. Держи. Сзади меня красивый мужчина. Ой, за мной следят. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ещё решили запечатать нам футболку. Фотик пришёл с логотипом. Ну, сюда надо было принести свою футболку. В общем, сейчас сделали логотип и будем запечатать бомжу этих ребят. Печать на текстильной ткани мы предварительно подготовим майку там, где будет печататься изображение. Потом произойдут несколько этапов. Сначала устройство автоматически её разгладит. После этого мы создадим макет, который будем печатать на этой майке. После печати, при помощи термофиксатора, который уже установлен в устройстве, мы его закрепим и получится готовая прямая печать на текстильной ткани. Хорошо. Так. Значит, будем делать на этой штуке. Разширенный излез печать на футболке. Качество обычное. А это толщина изделия, да? Типа, это качество? Толщина изделия, да. Это качество и разрешение. Окей. Если мы выбираем толстого и толстого, они печатают в максимальном разрешении 1200 на 1200 dpi. Ну, я так поняла, что печать будет довольно быстро, так что мы её прям сделаем за пару минут. Я забыл, что там снизу такая. Вот, что мы тягиваем сюда. Место под данный логотип формата А4. Мы берём ручку. Это специальная ручка. И под температурой, когда мы будем прогревать футболку, потушить уже готовый принт, эти, собственно, точки исчезли. Но они нам сейчас нужны для того, чтобы расположить футболку в лотке. Ага. Которая работает в двух режимах. До печати мы можем разгладить данное изделие. Это займёт 30 секунд. Режимим пресс разглаживать. Лич, который стоит внутри термофиксатора, поднимает изделие с лотком, нагревающие планки. И там, как принцип, как утюг разглаживать в вечере. Горячая поверхность. Сухой, я воспринимаю. Гладкая. Гладкая. Вот это только целый, почесал. А там... Вот вы видите, кто портит все мои видео, да? Да. Видите? Отправляем созданный макет на печать. Всё, опечатаем. Мы отправили на печать. Машина предлагает нажать на кнопку старт для начала процесса печати. Я так волнуюсь, так волнуюсь. Медленно. После того, как машина напечатала изображение, его нужно закрепить в том же термофиксаторе, который уже есть в устройстве. Чтобы бегать ходить не надо, чтобы закреплять. Всё здесь делается. Мы выбираем температуру фиксации, исходя из типа ткани. Выбираем средний режим. Печка уже прогрета. Переводим вправо. Всё, три минуты. Идёт процесс закрепления. То есть, получается, такую штуку можно себе домой купить и просто печатать? Да, достаточно компактная. Можно печатать даже дома. Класс! Класс! Это 250 тысяч рублей. Всего 450 паталей. Продавай. Мне кажется, что это отличный бизнес. Честь, семь, семь. Серьёзно. 450 тысяч. Машинка отличная. Вы видите, вы видите, по-моему, это специально для меня сделали вегу. Расплокируем, открываем. Уху! Достаем в футбол. Получается какого-то? Устойчивые кластеры. Все, спасибо Рикоху. Честно, я в восторге. Мне очень нравится качество печати. Прям намного круче, чем мы видели много раз во всяких там таком центрах. Перестань делать, что ты меня замечаешь. Я же проверяю возможности камеры. Вот люди, а! Я, конечно, все понимаю, но вот это, это селфи-зеркало настоящее. Это же вообще круто. О, вы звезда, вы звезда, класс! А теперь... А где... А где... А где... А? Где фотка? Фотка где? Ау! Куа! И вы сидите, страдаете. А почему никто не сказал, как у меня здесь круто свет вообще лежит, вообще такая крутая фотография? Вы уверены. Поэтому, когда вы понимаете, что вы выставляете реально крутое фото, желательно как-то написать про это фото только. То есть, из разряда, что эту фотографию мы там ради этой фотографии мы Собственно, мы все и собрались. Такая большая команда. Ребята, я проверила эту камеру, ходя по фотоформу. Приеду домой их ремонтировать, и тогда вы увидите результат. Что в итоге получилось, насколько звук нормальный и все такое. Единственное, я говорю, батарейки были незаряженные. Они сажались очень быстро, и это получается третья батарейка. Но, как я уже сказала, они были незаряженные. Так что так и не смогла понять, насколько полной батарейки хватает. Поэтому в следующий раз, если мы будем пройти на более подробный тест, я посмотрю, и тогда смогу ответить на этот вопрос. Ладно, спасибо большое, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok